Вопреки завываниям наших недоброжелателей, мы вовсе никуда не делись в минувший понедельник. Во всем, как обычно, виноват дорогой Радифаритович, который отменил оперативное совещание и перенес его на вторник. Во вторник оно таки состоялось, и вот мы сегодня делаем обзор по тому, что случилось в Белом доме Республики Башкортостан. Перед началом оперативного совещания Андрей Назаров поздравил дорогого Радифаритовича с днем рождения. 20 марта главе Республики Башкортостан исполнилось 58 лет. Премьер-министр пожелал Радифаритовичу дальнейшей удачи, отметив, что его энергетика нужна Башкортостанцам и Республике. Не знаю, была ли ирония в этих словах, но звучало это весьма как-то так кривовато. Ну да ладно, Радифаритович получил положенный букет и перешел к очень обширному вступительному слову на этом совещании. Своё опоздание к началу оперативного совещания Хабиров объяснил тем, что он вместе с Андреем Назаровым был на агрофоруме, агро-выставке, которая началась в Уфе. Никак мы не избавимся от этих пышных праздников, выставок и всевозможных форумов. Ну да ладно, это был ежегодный агрофорум, на котором, по словам Хабирова, он погрузился в атмосферу неуныния. Судя по всему, уныние становится таким обыденным состоянием для чиновников Республики и в России, потому вот время от времени им нужно развлекаться. Также Хабиров отметил, что работники сельского хозяйства ни на что не смотря готовы обслуживать иностранную технику. Подсознание постоянно выбегает из сознания Хабирова и он всё время проговаривается на какие-то очень важные темы, иногда на которые нужно помалкивать, но тем не менее эти словечки из него выскакивают. Также, резюмируя работу агрофорума, Хабиров сказал, что несомненно усиливается взаимодействие Республики Башкортостан с Белоруссией, что не может не радовать батьку Лукашенко и не может не настораживать нас в плане того, что Белоруссия становится всё более и более токсичным партнёром как в бизнесе, так и в политике. Перейдя к кадровым вопросам, Хабиров констатировал уже назначение двух мэров значимых, значительных городов Республики. Я говорю о столице Республики Уфе. Ратмир Мавлиев наконец-то окончательно стал мэром, но об этом мы уже говорили. В Нефтекамске место мэра и место того же самого Ратмира Мавлиева занял его заместитель Эльдар Валидов. Обоим новым мэрам Хабиров заповедал начинать работать изо всех сил, несколько раз повторил, что им доверили города и что теперь на них огромная, огромная, просто очень огромная ответственность. Ну, собственно, итоги вот этих вот манипуляций в кадровом резерве нам понятны. Во что выльется назначение и как будут работать два этих мэра мы увидим в ближайшее время. Хабиров всячески предупреждал и Мавлиева, и Валидова о том, что никакой пощады им ждать не стоит и их тут же начнут нещадно критиковать. Ну, собственно, это и всем понятно, в такой период времени, конечно, иного, наверное, обоим мэрам ожидать и не стоит. Хабиров попенял Раифа Рамазановича Абдрахимова в том, что он бежит впереди паровоза. Ну, вернее, если дословно, то сказал он следующее. Не надо бы так быстро бежать, Раиф Рамазанович, потом что делать будем? Речь шла о том, что в январе-феврале ввод жилья в Республике Башкортостан составил 141%. Действительно, цифра, прямо скажем, для экономики какая-то абсолютно нереальная. Ну, очевидно, что здесь некое стечение обстоятельств, и заключается оно в том, что именно на январь-февраль пришлись финальные стадии сдачи многих жилищных комплексов и жилых домов Республики. Очень понятна и обоснована тревога Хабирова о том, что в дальнейшие периоды, в дальнейшие кварталы и месяцы жилье в Башкирии практически перестанет сдаваться. Тут факторов много, но тут, естественно, экономический кризис, который окончательно накрыл Россию и Башкирию, и тот фактор, что вот эта вот нестабильность сдачи и достраивания домов. Ну, очевидно, что дальнейшая перспектива в этой отрасли такова. Если Хабиров намеревается и дальше гордиться сдачей жилья и уровнем ввода жилья в Республики, то у него есть два варианта. Либо приписки, либо полный провал. Ну, что-то мне подсказывает, что выберет он первое. Хабиров анонсировал создание нового органа управления. Мы не успеваем откладывать у себя в сознании и в памяти название новых и новых организаций, которые он создает. В этот раз он создал штаб. Ну, нравится вот им в последнее время что-то такое прифронтовое военное, что-нибудь такое связанное с армией. И вот теперь снова штаб. Штаб этот создается в рамках указа Путина о новых полномочиях глав регионов. И этот штаб станет координирующим органом для всех структур, включая федеральные. Для чего же создается эта новая сущность, Хабиров пояснил. Он сказал, что все это делается для того, чтобы, дословно цитирую, выставить под экономическим давлением. Ну, несомненно, речь идет о санкциях, которые пали на нашу многострадальную родину. И тут сразу же возникает вопрос. Минуточку, Радий Фаритович, буквально пару недель назад вы и ваши подчиненные бодренько заявляли, клялись и всячески уверяли нас в том, что санкции никоим образом не отразятся ни на жизни жителей республики Башкортостан, ни на экономике нашего края. Ну, очевидно, что все это уже отразилось и все это, значит, воздействует. И, ну, сделаем давайте промежуточный вывод, что вы ошиблись. Ну, как минимум ошиблись, а как максимум ни черта не понимаете, ни в экономике, ни в политике. В связи со зданием вот этого штаба Хабиров объявил о том, что он отменяет здравчас и сельский час. И, дескать, это уже фигня. Вообще, ощущение того, что мы находимся в некой прифронтовой полосе, не покидало меня практически на протяжении всей этой оперативки. То, что Хабирова и его команду как-то очень резко перестали интересовать дела внутри республики, становилось очевидно с каждым новым заявлением главы республики и его подчиненных. Ну, вот уже здравчас нам не нужен, сельский час нам не нужен. Нам много что будет не нужно. У нас есть штаб, у нас есть фронт, и у нас есть некая война. Война непонятно с кем. Как пел Борис Гребенщиков, по последним данным разведки мы воевали сами с собой. Далее Хабиров внезапно и без всякого перехода снова обратился к Абдрахимову и попросил Райфа Рамазановича дословно. Нельзя останавливать строительство восточного выезда. Если сейчас остановимся, все, на многие годы встанем, как-то уж очень жалобно попросил Хабиров. Складывалось ощущение, что при строительстве восточного выезда есть какие-то очень серьезные проблемы. И проблемы эти, несомненно, с финансированием. Напомню, что стройка века вот этого восточного выезда, тоннеля, мостового перехода и всего-всего там грандиозного, что было заявлено, практически на 100% зависит от федерального финансирования. Судя по всему, мы без него остаемся или уже остались, я не знаю. Если это так, то, возможно, сценарий того, что будет предпринято титаническое усилие по замещению федерального финансирования региональным, ну и на этом мы тут, конечно, обанкротимся окончательно, потому что уровень финансирования там был предусмотрен 38-40 миллиардов рублей. Мы такую сумму, конечно, не потянем. Ну и, наконец-то, перешли к сладкому, к самому главному, к тому, о чему прям не терпелось рассказать. Речь, конечно же, шла о том, что 20 марта, в день рождения главы республики, делегация республики побывала в ДНР. Ради Фаридович живописал это событие так. Он побывал, цитата, в прифронтовой территории, окунувшись в атмосферу чистоты и мужества. Конец цитаты. Вот это патетическое заявление, конечно, вызвало ощущение того, что Ради Фаридович побывал вовсе не на разрушенной и захваченной сепаратистами многие годы территории, а на съемках фильма «Офицеры» с Василием Лановым в главной роли, а вовсе не с бывшим аферистом из МММ в роли вице-председателя вот этой республики Донецкой. Я говорю о Денисе Пушилине, который действительно долгое время оттирался в структуре Мавроди и торговал там вот этими МММ-бумажками. Также Хабиров сообщил нам о том, что подписано совместное каменюки между Республикой Башкортостан и Донецкой Народной Республикой. Меня не покидало ощущение, что Ради Фаридович действительно возомнил себя, если уж не руководителем Организации Объединенных Наций, то точно министром иностранных дел Российской Федерации. Потому что, на минуточку, каменюки – это краткое заявление по вопросам внешней политики. Дело и делается каменюки обычно лидерами двух стран, а вовсе не субъектов Федерации. Ну, как бы там ни было, каменюки было сделано, и более того, город Уфа теперь побратим города Донецка, хотим мы этого или не хотим. Сразу же, видимо, войдя в раж, Хабиров поручил начать отгрузку строительных материалов в помощь Донбасса. Теперь мы будем не только кормить и поить Донецкую Республику, мы теперь будем обеспечивать их бесплатными строительными материалами. И все потому, что Ради Фаридович углядел там разрушенные крыши и дома. Ну, далее, как водится, запустили видосик для того, чтобы живописать все вот эти события. Видосик бодро рассказывал о том, как Хабиров, переодевшись в плюшевый камуфляжный костюм, вот не знаю, кто там подсказал вот такую вот фактуру ткани, вот Хабиров в этом плюшевом камуфляжном костюме бродит по Донецкой Республике, обнимается с этим Пушилиным. В общем, ну, тишь да гладь и благодать. И в довершение вот этого всего фурора, Хабиров попросил вице-премьера по экономике Рустам Муратова сделать доклад о том, как делегация посетила ДНР, потому что даже Хабиров, наверное, понял, что вообще не скромно постоянно якать заявлять о своих достижениях на международном уровне и подписывании всевозможных камуфляжных. Два последних года первым вопросом оперативного совещания был вопрос о ковиде. И вот впервые за два года первый вопрос был не о ковиде, но, а, естественно, о том, как Радий Фаритович съездил в ДНР. Официально вопрос звучал следующим образом об итогах рабочего визита официальной делегации Республики Башкортостана в Донецкую Народную Республику. Рустам Хамитович Муратов поведал нам о сущности вот этого каменюке. Собственно, содержание каменюке было следующим. Укрепление торгово-экономических отношений, укрепление научно-технического сотрудничества, наращивание связей в сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма. Откроют представительство ДНР в Уфе, создадут специальный фонд сотрудничества с ДНР. Будет осуществлено всестороннее содействие в восстановлении коммунальных, энергетических и социальных объектов ДНР. Будет создана инвестиционная инфраструктура на территории Донецкой Республики. Произойдет интеграция экономики ДНР в экономику Республики Башкортостан. А в магазинах Республики Башкортостан появятся полки с товарами, сделанные в Донецке. Так, ну вообще, конечно, грандиозненькое коммунение получилось, что уж тут и говорить. Но давайте разберем его хотя бы, если не по всем пунктам, то по характерным. Укрепление торгово-экономических отношений, я переведу это так. Мы будем без конца поставлять туда бесплатно продукты и строительные теперь уже материалы. В ответ мы будем получать большое спасибо. Укрепление научно-технического сотрудничества. Выглядит весьма сомнительной затеей. Ну хотя бы потому, что на территории ДНР напрочь отсутствует какое-либо научное сообщество, а также вообще какие-нибудь научные деятели, сколько-нибудь заметное. Наращивание связей в здравоохранении. Ну да, мы уже послали туда врачей в ущерб собственному населению, которое лишилось этих врачей. Связи в области образования. Ну возможно мы привезем сюда несколько учеников, лучших учеников, закончивших Донецкие школы и попытаемся дать им высшее образование. Естественно, бесплатно. Ну про культуру я помалкиваю. Бывшие активисты МММ нам еще ту культуру могут преподнести. Слова Аллаху уменьшилось число тех, кто представлял автомоечный бизнес среди элит ДНР. Но особый смех, конечно, вызывает у меня и у Карла сотрудничество в области туризма. Ну, в смысле, бесплатно дать отдохнуть изможденным воинам Донецкой республики в наших санаториях, ну это, конечно, сколько угодно, пожалуйста, за наш с вами счет. Но чтобы мы туда поехали заниматься туризмом, ну разве что пострелять. Открытие представительства ДНР в Уфе не вызывает никаких вопросов. Действительно, пришлют какого-нибудь парня, постригут ему ногти, причешут и побреют, и будет он у нас представителем ДНР в Уфе. Ну вот, создание фонда по сотрудничеству с ДНР вызывает, конечно, массу опасений, ну в смысле, чисто физики, и таких финансовых. Ну, как говорится, мы опять миллиардик-другой пустим по ветру бесконтрольно, значит, и в основном по карманам участников. Особенно настораживает, конечно, заявление о восстановлении коммунальных, энергетических и социальных объектов ДНР, опять же, в том же самом плане. У нас что, у самих все в порядке, что ли, чтобы восстанавливать чужое? Разбомбленное непонятно кем. Ну, создание инвестструктуры, кроме улыбки, ничего не вызывает, а интеграция экономики ДНР в экономику РБ может случиться только тогда, когда в ДНР вообще возникнет какая-нибудь экономика. По поводу товаров на полках Башкортостана, товаров из Донецкой Республики, у меня возникает абсолютно резонный вопрос. Уважаемые господа, если ДНР производит хоть сколько-нибудь конкурентно способные товары, которые, к тому же, еще и способны наполнить полки супермаркетов, то, минуточку, о какой гуманитарной помощи идет речь? Донецкая Республика, могучая экономика, может продавать эти товары, получать за это деньги и, в общем-то, обеспечивать себя всем необходимым. Согласитесь, здесь то ли какая-то манипуляция нами, то ли это злоупотребление, то ли открытое воровство. А вот мадам Прочаковская от своего имени обеспечила необычайный медийный интерес к визиту ради Хабирова в Донецкую Народную Республику. Все это преподносилось как визит первого губернатора Российской Федерации на землю Донецкой Республики. Было подчеркнуто отдельно, что визит Хабирова в ДНР вызвал необычайный ажиотаж в медиапространстве. Ну, собственно, тут же на экран были выведены виновники этого самого ажиотажа, те самые СМИ, в которых произошел вот этот необычайный интерес. Я, честно говоря, не смог не рассмеяться, увидев на экране такие могучие медиаисточники, как телеграм-канал Черновик из Дагестана, также телеграм-канал «Армянские интересы», ну и личный телеграм-канал «Мария Шукшиной». Вот именно эти три источника были преподаны Прочаковской как главные интересанты поездки Хабирова в ДНР. Ну, прямо скажем, телеграм-канал «Армянские интересы» не должен был иллюстрировать всемирное значение поездки Хабирова в Донецкую Народную Республику. В общем, конечно, мадам Прочаковская тут очень сильно промахнулась. А Хабирову самому действительно нужно обратить внимание на то, как его выставляют в медиапространстве его же подчиненные. Как ни странно, визит Хабирова в ДНР действительно наводит на некие глобальные выводы и складывается ощущение, что в Республике Башкортостан команда Хабирова уже достигла потолка развития региона. У нас не осталось проблем в сельском хозяйстве, в промышленности, в здравоохранении, в благоустройстве городов и ремонте дорог. У нас все хорошо. И пора помочь братьям с Донбасса, тем более, что сил и ресурсов у нас, как говорится, что у дураков антиков. Денег, возможностей, техники. Или это, как всегда, ощущение. Или это, как всегда, иллюзия, которую, собственно, только и умеет создавать вот эта команда Хабирова, вот эти фейк-ньюс, достижения которых на самом деле не существует. И, по сути, делать-то они ничего на самом деле не собирались. Ну, тогда печальная судьба ждет и Донбасс. Ну, да, попилят они там эту гуманитарную помощь. Как известно, во все времена на всех смутных, оккупированных или отделенных сепаратистами территориях гуманитарная помощь всегда превращается в предмет бизнеса и наживы. Ну, что-то кто-то там украдет, заработает. Собственно, на этом все закончится. Если это так, то это, конечно, очень печально. Выслушав доклад о визите в Донецкую Народную Республику себя самого любимого, Хабиров строго напомнил своим подчиненным, что к 11 октября 2022 года на Советской площади окончательно должен быть запущен в эксплуатацию мемориал генерала Шеймуратова. Ну, это еще раз нам говорит о том, что ни о чем другом, кроме как о прошлом и будущем Донбасса, Ради Фаридович думать не собирается. Напомню, на Донбассе именно погиб генерал Шеймуратов. А все остальное его вообще не очень интересует теперь Башкирия. Подтверждением моих слов о том, что Хабиров утрачивает интерес к судьбе Республики Башкортостан, является и то, что вопрос о ковиде уже отошел на второй план буквально. Слово предоставили Забилину, который сообщил нам о том, что количество переболевших в Республике Башкортостан совокупно составило 270 тысяч человек. Суточный прирост, тем не менее, все еще высок, и в предыдущие сутки составил 790 заболевших. Уже окончательно снизили количество коек под ковид, их осталось в Республике 980, напомню, что доходило аж до 8 тысяч. Также Забилин отрапортовал о том, что 2,5 миллиона человек вакцинированы в Республике. Назаров от себя добавил, что открылся госпиталь в Туймазах, и в нем уже есть 10 пациентов, а открытие госпиталя в Сибае откладывается в очередной раз и намечено на 25 марта. Хабиров, выслушав этот доклад, нехотя выслушав его, и, в общем-то, в полуха опять заговорил о Донбассе, о жертвах и прочих вещах. В этот раз он сказал, что, дословно цитирую, очень много наших военнослужащих, имеется в виду из Башкортостана, принимают участие в спецоперации. Есть и потери. Каждый случай с этими потерями Хабиров строго заповедал главам муниципалитетов и городов держать на контроле необходимое персональное сопровождение всех семей, заявил Хабиров. Проводить нужно достойно в последний путь воинов, потому что это сплачивает население. Вот, оказывается, почему нужны достойные похороны погибшим солдатам. По версии Хабирова, это нужно для того, чтобы сплотить нас, оставшихся в живых. Окончательно ломая сложившуюся за годы структуру оперативного совещания, Хабиров, по сути, отменил третий вопрос, на котором обычно обсуждалось состояние ЖКХ, дорог и чрезвычайных ситуаций. Сам заявив о том, что в ЖКХ все хорошо, Хабиров уточнил, что деревья теперь будут сажаться исключительно в парке Патриот, смертность на дорогах упала, в чем он убедился с места, опросив министра, а пожаров практически не осталось в республике, и на пожарах гибнет теперь на 19% меньше, чем обычно. Но вот подобной идиллии в Башкортостане, пожалуй, что не ощущалось и не наблюдалось. С какого-нибудь там 1977 года, времен развитого социализма, времен увядающего Леонида Ильича Брежнева, года 60-летия Великого Октября и так далее, и так далее, и так далее. Тем не менее, хоть какой-то план оперативного совещания все-таки существовал, не все место и не все пространство в сознании Хабирова занял Донбасс, потому все-таки обсуждали некоторые вопросы, которые касаются республики, и вот четвертым вопросом стоял доклад об итогах внешнеэкономической деятельности в 2021 году. Делала этот доклад, естественно, прекрасная Маргарита Булычева. Я называю эти доклады докладами из прошлого, потому что вот как и в прошлый раз, когда Муратов докладывал об успехах в наращивании основных средств предприятий, также и доклад госпожи Булычевой, это был доклад о том, чего с нами больше никогда не случится. Ну, в частности, сообщила нам Маргарита Дмитриевна о том, что в 2021 году оборот внешней торговли республики Башкортостан составил 4,6 миллиарда долларов. Ну, по тогдашнему курсу это было 350 миллиардов рублей, теперь это почти триллион рублей. При этом импорт, что любопытно, составлял 900 миллионов долларов. То есть, соотношение импорта и экспорта в 2021 году было как 1 к 4,5, даже почти 1 к 5 в пользу экспорта. Это важно, это было очень круто. Но этого уже не повторится больше никогда, напоминаю. Экспорт в США в 2021 году вырос аж в 4 раза. А вот в Южную Корею аж в 16 раз. При этом в 3 раза вырос экспорт растительного масла. О чем мы говорили, это вот личная инициатива нашего министра сельского хозяйства. И вот эта инициатива вышла нам теперь боком. Ну, помним, да, что в связи с событиями, последними событиями в Российской Федерации, в связи с тем, что натворил в ней и во вне нее Владимир Владимирович Путин, все экспортеры в Российской Федерации теперь обязаны продавать 80% экспортной валюты и выручки по курсу, который ему установит Центральный банк. А курс этот, на мой взгляд, ничего общего не имеет с рыночным. Ну, и именно это обстоятельство делает, конечно, работу очень многих экспортеров абсолютно бессмысленной. В последние дни, в последний день буквально стало известно, что Казахстан, Армения, Киргизия объявляют об отказе принимать таможенные платежи в рублевом эквиваленте, в рублях. И, соответственно, как бы, ну, это очередной удар в спину, который, как называют это, Владимир Путин. Но даже вот эти страны, вот эти наши неизменные сателлиты в последние годы понимают, что с рублем творится что-то очень неладное, что вот эти экспортно-импортные операции должны совершаться в валюте, которой у Российской Федерации резко не оказалось в запасах. Ну, собственно, Казахстан, Армения, Киргизия отказываются принимать рубли, а Сербия и Эритреи и так давно их не принимали, вернее, не принимали их никогда. Резюмируя доклад Маргариты Дмитриевны, скажу, что, конечно, в этой сфере все выглядит более чем печально. Экспортно-импортные операции у нас упадут в ближайшее время, если не в десятки раз, то в разы это точно. И, как шутят шутники в интернете, из импортного в этой стране в ближайшее время останется только стокгольмский синдром и испанский стыд. Пятым вопросом на оперативном совещании был чрезвычайно актуальный для населения вопрос о ситуации на потребительских рынках и мерах по обеспечению доступности товаров. Ну, собственно, этот вопрос можно было переименовать как о мерах по борьбе с дефицитом. Почему-то делал этот доклад первый замминистра сельского хозяйства Нуре Ахметов Рамил Рамзилович, который сообщил нам о том, что в 2021 году прирост производства продуктов питания в Республике Башкортостан составил 3%, и повсюду ощущается существенный рост производства. Сахара произвели в Республике Башкортостан в прошлом году аж в пять раз больше, чем нужно было, 150 тысяч тонн, при том, что потребность Республики 32 тысячи тонн. Ну, по крайней мере, так утверждает Рамил Рамзилович. Ежедневно, по его словам, отгружаются 550 тонн. На складах на данный момент есть 36 тысяч тонн. Ну, то есть 36 тысяч тонн – это по 6 килограмм на каждого жителя Республики Башкортостан. У нас в запасе есть. Больше нет. Также Минсельхоз Республики получил нагоняй от замминистра сельского хозяйства Российской Федерации за неравномерность и неразумность распределения посевных площадей. В итоге было поручено в данном сезоне увеличить на 35% площадь посева сахарной свеклы. Ну, и вкратце Рамил Рамзилович попытался нас успокоить тем, что производство продуктов Республики Башкортостан действительно находится на очень высоком уровне. В частности, мы в год производим миллиард яиц, 2000 тонн сухого молока в сутки и 1000 тонн растительного масла в сутки. Ну, так-то звучит, конечно, здорово, но не знаю, насколько это хватает в контексте того, что гигантское количество растительного масла вывозится, в том числе вывозится за рубеж и в ближние зарубежья, меняется там на валюту, и валюта там где-то пропадает в чьих-то карманах. На сегодня припасено у нашего Министерства сельского хозяйства 1300 тонн сухого молока лежит в резерве и 150 тонн сливочного масла. Ну, вот, собственно, и все. Хабиров, выслушав этот сумбурный доклад заместителя министра сельского хозяйства, потребовал достаточно противоречивых вещей, в частности, добиваться обеспечения населения продуктами при помощи рыночных механизмов, а не при помощи регулирования цен. При том, что заявил и потребовал вот это вот Хабиров на фоне того, что буквально вчера его же собственный сахарный штаб ввел регулирование цен на сахар. А также Хабиров в разы поручил увеличить количество сельскохозяйственных ярмарок, потому что в представлении вот этого человека, человека глубоко сельского по своей сущности, я имею в виду Хабирова, именно сельские ярмарки способны спасти обеспеченность сельхозпродуктами городского населения. Завершая оперативное совещание, Хабиров дал два поручения, вернее, вспомнил о насущных проблемах республики. Во-первых, он поручил подготовить и провести большое совещание по туризму, почему-то в Ишимбайе. Как он выразился, с учетом того, что происходит, нам нельзя упустить деньги и людей. Очевидно, что Хабиров говорил о том, что он рассчитывает, надеется на то, что в ближайшем сезоне в Башкирии случится туристический бум, что внутренний туризм опять выйдет на первое место в России. Понимая, что стряслось и что натворил Владимир Путин на Украине, я тоже не исключаю, что российские граждане вообще потеряли какую-либо альтернативу в плане туризма. Но тут есть еще и другая проблема. Дорогой Радий Фаритович не понимает, что у населения Российской Федерации стремительно кончаются деньги, и не исключен сценарий того, что к лету даже на внутренний туризм этих денег будет недостаточно. И буквально в последних строках, как говорится, Хабиров вспомнил о насущном для жителей республики и сообщил о том, что необходимо-таки сконцентрироваться на капремонте и ремонте подъездов. На что Марзаев, уже, по-моему, вечный смутьян в правительстве, неожиданно заявил Хабирову о том, что у них происходит сокращение финансирования практически всех программ благоустройства капитальных и прочих ремонтов. Секвестр минус 116 миллионов рублей по ремонту подъездов и минус 100 миллионов рублей по капремонту. Кроме всего прочего, отменили реконструкцию всех парков и общественных пространств, кроме парка нефтехимиков и парка Кашкадана в Уфе. Ну, напрашивается логический вывод или предположение о том, что вот эти вот 200 с лишним миллионов рублей мы пожертвуем либо ДНР, либо ЛНР, либо пропляшем на очередных митингах в поддержку Великого Путина. Ну, с учетом роста цен на строительные материалы, отделочные материалы и, собственно, работы тоже, вообще реализация всех этих программ по благоустройству под вопросом. Ну, и вишенкой на торте для меня явилось следующее. Я, честно говоря, ленился заглядывать в тендеры по вот этому благоустройству, но наши бдительные подписчики, спасибо им большое, прислали мне некую информацию по тендерам на благоустройство. В частности, изначально в Уфе выделялось на цели благоустройства дворов и городских пространств, как было сказано в тендерах, 302 миллиона рублей. Так вот, дословно в этих тендерах числилось следующее. Работы по строительству объектов для отдыха, таких как, внимание, площадки для игры в гольф, пляжные сооружения и горные убежища. Дорогой Радий Фаритович, обращаюсь к вам лично. Не могли бы вы перечитать тексты вот этих вот закупочных актов и тендеров и убедиться в том, что там все в порядке? Или вы действительно перепутали Башкортостан с благословенной Австрийской Республикой, и намереваетесь здесь нам устроить площадки для гольфа, горные убежища и пляжные сооружения? Вот хотелось бы понять, на что уйдут хотя бы остатки тех многочисленных миллионов, которые были выделены на благоустройство. Напоминаю о том, что мы завели телеграм-канал «Открытая политика». Он содержит не только наши эфиры и аудиоверсии наших выпусков, там много другой интересной и зачастую иронической информации. Подписывайтесь, пожалуйста, на этот канал, найти его несложно. Введите в поисковике телеграмма «Открытая политика» и он вас выведет на нас. Подписывайтесь, не забывайте лайкать наши выпуски в YouTube, это очень важно для нашего продвижения. Но и традиционно я, конечно, должен сказать о том, что мы очень благодарны всем, кто поддерживает канал. Канал можно поддержать теперь только одним единственным способом, это перечислить деньги на те реквизиты, которые мы указываем. Все остальные возможности на данный момент пока заблокированы. Так что спасибо всем, кто нас поддерживает. Будем вместе и вместе к чему-то придем, надеюсь, хорошему, а не плохому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!